Добрый день. На библейский портал Экзьгет поступил вопрос. Защищает ли таинство крещения от порчи из глаза? Давайте сразу определимся. Таинство церковное ни от чего специально не защищает. Если я вышел на мороз минус 40 градусов и забыл одеться по погоде, то я замерз не потому, что очень сильный мороз, не потому, что погода очень сильная, а я очень слабый. Просто я не сделал то, что должен был сделать нормальный, грамотный человек. Человек заболевает не потому, что бациллы сильные, а потому, что человек слабый. Если человек после крещения ведет такой образ жизни, что, ну простите меня, не исповедуется, не причащается, в храм не ходит, не участвует в таинствах церковных, если он душевно и духовно ослабевает вообще в церковной жизни, благодать, которая его защищала там от чего-то, она потихонечку отходит от него, и человек становится доступным, ну вот там то, о чем мы говорили, да. Но человек становится доступным не потому, что очень сильный сглаз и очень мощная порча. Просто потому, что он голым вышел на мороз. Не надо быть податливым и не надо быть слабым. Делайте, что вам положено. Старайтесь, ну как бы минимум соблюдать того, что нужно. Если мама сказала, что на морозе нужно там шарф одевать, ну не пренебрегайте совета мамы, не ходите без шарфа. Если сказали вам, что галоши надо носить, а не валенки, ну носите галоши, а не валенки, тогда меньше проблем будет. И поэтому какие-то церковные правила существуют, если вы будете утренне-вечерние правила читать, соблюдать, минимум того, что положено человеку православному соблюдать, то не думаю, что стоит бояться там порчи, сглаза. Стоит больше бояться поступить так, чтобы стать неугодным Богу. Вот это хуже, чем любая порча изглаза. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok